Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня я решила сделать эфир с ответами на ваши вопросы. И начнём, если я разлюбила своего молодого человека, возможно, что любви-то и не было. Я напоминаю, что я занимаюсь изучением сил нашего разума и нашего сознания и подсознания, поэтому отвечать, типа, да, у вас не было любви или у вас была любовь, я не буду. Я посмотрю и поковыряюсь в этом несколько глубже. Итак, что вообще происходит? Встречаются два человека, он и она. Человек в каждый период времени проживает какую-то свою жизнь. От чего эта жизнь зависит? От окружения, в котором вы находитесь, от того занятия, которым вы сейчас занимаетесь, да, то есть от вашего образа жизни. Ну, например, вы студент, и вы классно поёте песни, и вы звезда всех посиделок, а вы, когда собираетесь на какие-то квартирники, там, я не знаю, как сейчас это происходит, у нас это были какие-то квартирники, все девчонки в вас влюблены, потому что вы классно поёте, вы читаете стихи, вы вообще потрясающий какой-то, а может быть, что-то другое вы делаете, опять-таки не обессудьте. Разное, да, и вот есть девчонка, которая тоже, она смотрит на вас, как классно, она хочет с вами встречаться, у вас начинаются какие-то крутые отношения между вами, вот, и всё классно, да, все девочки вам завидуют на курсе, в университете, потому что вы с таким клёвым парнем, а потом универ заканчивается, вы там вместе как-то пытаетесь продолжить жить, и вот ваш бойфренд дальше не может устроиться на работу или устраиваться на какую-то работу, где он зарабатывает мало денег, и у вас меняется ситуация, меняется среда, в которой вы находитесь, и он начинает вести себя совершенно иначе, ему уже не до песен, он занимает какую-то свою новую позицию, то есть он как бы, когда мы переходим с вами в какую-то новую жизненную ситуацию, да, в жизненные новые обстоятельства погружаемся, у нас меняется наше поведение, естественно, и меняются наши мысли, потому что, например, раньше я себя чувствовала, ну, он, например, да, мы сейчас на таком примере, раньше парень ваш себя чувствовал комфортно, он всё там знал, ему не надо было соревноваться в деньгах, в каком-то социальном статусе, например, то есть у него не стояла такая задача, ему было всё нормально, он среди всех, типа, был чем-то круче, а тут новая история, тут уже взрослая жизнь начинается, и здесь уже начинаются вот эти квартиры, дети, сколько ты заработал, что на тебе надето, там, куда ты можешь поехать отдохнуть, и человек начинает каким-то образом меняться, либо он растёт, развивается, он становится классным и успешным, либо наоборот. И второй человек в паре, который находится с ним, происходит то же самое, и очень часто это происходит не одинаково, потому что вы как бы выходите за пределы вот этой одной среды университетской, например, и попадаете в разные жизни, например, у одного складывается карьера, у второго нет, у одного что-то получается, у второго нет, один видит развитие так, а другой так, и у вас вы начинаете по-разному думать, то есть вы уже не те люди, которые вы были, и ваша реальность начинает меняться. Помните, я всё время вам говорю, что реальность формируется, исходя из наших мыслей, из нашего образа жизни. Если вы хотите, например, изменить жизнь, то банально измените просто вот плоскость, в которой вы находитесь. Живёте с родителями, уедьте жить без родителей, переедьте в другой город, перейдите на другую работу, то есть поменяйте круг вот этих действий, которые вы делаете, и ваша жизнь автоматом изменится. Поэтому, вот если возвращаться к вопросу, разлюбила и была ли любовь, мы в процессе жизни меняемся постоянно. Не, ну есть такие индивидуумы, и раньше, например, эти изменения, они такие были частые у наших родителей, они потом к 90-м начались, но сейчас эти изменения происходят постоянно, и люди должны меняться. И вот если вам двоим повезло, ну условно повезло, не меняться, вот вы так, знаете, как-то сели, и там вот как раньше, он на завод, вы на завод, и вот вся ваша жизнь. Неважно в какой это работе, может быть очень успешной, здорово. Если вы вдвоём развиваетесь, вообще мега круто, но если у каждого из вас новые свои взгляды на жизнь, вот есть фразы, которые я всё время повторяю, новые мысли – это новая жизнь. Когда вы перестраиваете своё мышление, вы иначе начинаете смотреть на те вещи, которые с вами происходят, и с вами начинают происходить другие вещи. И поэтому говорить о том, что любила или не любила, тогда любила, а сейчас может быть по-разному. Мы буквально вчера с моим супругом говорили по поводу нас с ним. Мы разбирали там свои личные отношения, ситуации, там то, что происходит, анализировали. И я ему сказала, что ты же понимаешь, что сейчас я живу совсем не с тем Сергеем, за которого я выходила замуж. И он мне сказал сегодня, ты знаешь, я подумала над твоими словами и понял, что я ведь тоже живу совсем не с той Олей, и внутренней, и внешней, на которой я женился. И то, что мы до сих пор вместе, это говорит только о том, что развитие каждого из нас в каждый период времени каким-то образом всё-таки скрепливалось резинкой. То есть было что-то, что мы вместе развивались. Потому что если бы пошло вот так, то вот этот бы эффект сработал. Кто-то бы кого-то бы под зад пульнул. Соответственно, когда люди начинают предъявлять друг другу претензии, ты же когда выходила за меня замуж, говорила, что будешь любить меня всю жизнь, но я тогда в это верила искренне. Или мужчина говорит, я тогда в это искренне верил. Тот Я действительно так думал. Но время, ситуации, обстоятельства и прежде всего наши мысли, они нас меняют. И поэтому мы действительно можем спустя какое-то время, короткое, длинное, у каждого это по-разному, понимать, что рядом с нами находится чужой человек. Точно так же, как просыпаясь однажды, как это случилось со мной, я проснулась и поняла, что это не моя жизнь, что та жизнь, в которой я живу, она не имеет ко мне больше никакого отношения, я не хочу в этой жизни жить. Мне так часто задавали эти вопросы, как вот вы так могли всё поменять? Ну, я вот говорила честно, что я проснулась рано утром и поняла, что я просто больше не люблю, да, и всё, там, не люблю свою работу, не люблю то, что я делаю, не люблю свой образ жизни, и всё, я захотела это поменять. И это не так просто, как, знаете, раз и поменяла. Нет, это дальше какой-то путь, но тем не менее это происходит. Вот и всё. Поэтому любовь, если вы в тот момент её ощущали, она точно была. Но то, что это любое наше чувство, как и ненависть. Ну, смотрите, какая тоже классная история. Сегодня буквально опять наткнулась на фото Потапа и Насти, да. Я просто знаю и Потапа, и Настю ещё с тех времён, когда они не были ни Потапом, ни Настей, и Настю даже рассматривали в ту группу, в которой я пела. А Потап предлагал нам там какой-то дуэт, он ещё был там обычным мальчиком, с которым мы там где-то вместе пересекались, поскольку были в шоу-бизнесе. И когда они попробовали вместе выступать, и случился феноменальный успех, у них была одна очень большая проблема, они друг друга не выносили. Я периодически была с ними на концертах, где-то в гримёрках, там мы пересекались, и они реально не выносили друг друга. У них всё время были скандалы. То есть они всё время, ей было очень тяжело, он её доставал конкретно. И она даже, ну, в общем, я видела сама, и там у меня были близкие ребята из шоу-бизнеса, которые говорили, что это постоянные скандалы, ад. И сегодня это, я думаю, что одна из будет самых крепких пар в нашем шоу-бизнесе, потому что действительно их очень много объединяет, они друг друга очень дополняют, и так далее, и так далее. То есть вот эти перевёртыши, они происходят в жизни, потому что жизнь нас меняет. Вот и всё. Я надеюсь, что я ответила на вопрос. Ещё раз всем, кто присоединился, здравствуйте, вы можете писать свои вопросы прямо сюда тоже. Я буду на них сегодня отвечать. Так, я пока посмотрю, что у нас там ещё было из вопросов. Ну, вот как раз следующий вопрос, наверное, от той же девушки или нет. Да. Что для вас работать над отношениями? Вы знаете, я вот раньше считала, что нужно работать над отношениями, сейчас я понимаю, что нужно работать над собой прежде всего. То есть нужно работать над собой, над собственным своим развитием. И нужно общаться со своим партнёром. Вот общаться, чтобы он был в курсе, что происходит. Это, знаете, вот как GPS, как навигатор. Вот там, если вы включите звук, она вам говорит, или он, кого вы выберете, у меня девушка, она говорит, значит, едьте направо, едьте налево. Она мне сообщает о планах. Я могу, например, в какой-то момент её выключить и сказать, нет, я поеду другой дорогой, ты ничего не соображаешь и не знаешь. Вот с партнёром очень важно вести постоянно общение, чтобы понимать, чего хочет он, и знать ответ на вопрос, чего хотите вы. Вот, например, на рерайтер жизни, когда приходят люди, у некоторых происходит такой дисбаланс в голове, потому что, когда начинают понимать и отвечать себе на вопрос, а чего хочу я, начинают описывать свою жизнь и свои отношения, многие начинают замечать, ну, немногие, какая-то часть, что их партнёр этого не хочет, или их партнёр об этом не говорит, или, 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 или. И вот тогда начинаются разговоры с этим партнёром, потому что очень важно, это, знаете, вот как прийти в ресторан с ребёнком, вот ты приходишь и говоришь ей, вот меню закажи то, что ты хочешь. Она начинает, я не знаю, что я хочу. Ты говоришь, ну, ладно, давай я тебе закажу. Ты заказываешь, приносят блюдо, и ребёнок начинает плакать. Глаза, значит, на мокром месте, я не это хотела. А почему ты не сказала, что ты хотела? И вот какая-то такая проблема, да, на ровном месте. То же самое с партнёром. Очень важно озвучивать, чего вы хотите, спрашивать, чего хочет он, и смотреть, есть ли между вами что-то общее. Часто в парах, например, как у меня это происходило, бывает так, что кто-то является ведущим в контексте направления развития. То есть, вот, например, Серёжа знал, что там он хочет там развиваться, заниматься бизнесом там дальше, но не знал, в чём, например. И пока он искал, я нашла, в чём это будет. И потом он просто присоединился уже и начал заниматься огромной работой, но ему же не надо было искать ответ на вопрос, что это будет. То есть, очень вот важный момент, как вы двигаетесь вместе. И если вы общаетесь и понимаете, что вы развиваетесь вместе, сообщаете о планах друг друга или ставите общие, это и есть работа над отношениями вашими, но она совместная. А если у вас разные планы, это знаете, как работать над проектом, я хочу торта, я хочу чёрный хлеб печь. Что здесь общего? Как можно работать над общим? Нет. Ну, как бы здесь могут быть уже какие-то другие правила, наверное, но эти правила нужно обсуждать, да? То есть, обсуждать, как, что у вас строится, чтобы вы всё время были на связи, чтобы вы не терялись. Я всегда в бизнесе очень не любила момент, когда я запускала проекты, которыми мне не нравилось управлять. И такая, знаете, происходил такой отрыв от производства, то есть, очень сильно была такая надежда, что оно как-то и так всё будет развиваться без моего личного включения. Но таких проектов успешных у меня не было. То есть, все проекты, которые у меня получались, они получались только тогда, когда было моё там стопроцентное включение. Вот в отношениях такая же история. Как только вы перестаёте разговаривать, как только вы перестаёте быть откровенными, как только вы перестаёте вот быть в коммуникации и замыкаетесь, и типа пытаетесь сделать вид, что всё окей, то в какой-то момент происходит тот самый щелчок, когда оказывается, что есть миллион проблем и вопросов. Вот. Тоже, надеюсь, ответила. Вижу в чате вопрос. Сейчас в клубе рерайтовцев муж говорит, что стала наглой. Два дня назад сказал, что хочет развод. Не могу поверить, кто и отпустить, ведь я его люблю. Как пережить этот период? Ну, Марин, я думаю, тут нужно с мужчиной разговаривать. У нас, я не знаю, в каком, не помню вы, потоке, у нас недавно была ситуация, когда в чат ворвался муж, ну, можно сказать так, он взял телефон у одной из участниц, вот, и написал тоже очень похожую фразу, что, Ольга, не кажется ли вам, может ли такое быть, что у некоторых участников рерайтера жизни может быть корона? Я ему ответила, что корона у участников, конечно, может быть, но чаще всего это корона у тех людей, которые не желают принимать изменения участников. То есть что происходит? Вы начинаете меняться, ну, в жизни так часто происходит, вот, когда кто-то начинает меняться, окружение активно сопротивляется, потому что оно прекрасно понимает, ну, давайте конкретно за мужчину, да, мужчина прекрасно понимает, что вы сейчас станете другой, и ему страшно, потому что, ну, простите, вы как любимые тапочки, да, там уже он знает, где вы стоите, где вы спите, а тут он видит, что вы начинаете меняться. Что означает это для него? Это означает для него, что ему тоже придётся меняться, потому что если он не изменится, он уже точно, вы уже будете разных размеров, А ему всегда страшно, а что будет, а зачем это меняться, к чему это приведёт. И его великий обманщик, который на самом деле и управляет каждым человеком до тех пор, пока мы не просыпаемся, он ему рассказывает все самые страшные вещи, его, помните, ретикулярно-активирующая система находит этому прямые доказательства, что всё это, не знаю, секта, бред, вы наглая, вы… Я очень хорошо помню, когда я начала меняться, и я ещё не была достаточно продвинута, чтобы понимать, что происходит, и мои друзья начали говорить о том, что я заносчива, о том, что я там вообще сразу становлюсь такой вот, вообще со мной неприятно общаться. И уже потом, спустя время, когда это всё много лет прошло и уже дошла до другого уровня и со многими людьми общалась, этот эффект очень простой, он всегда как бы срабатывает, это, как оказалось, ничего в этом нового нету, то есть это обычная реакция людей, которым страшно. И они вместо того, чтобы понять, то есть что происходит, вы едете вверх, и они видят, как вы едете вверх, и они начинают, то есть вы не то, чтобы их опускаете, нет, вы просто начали ехать вверх по своему развитию. И у них начинается такое ощущение, что не вы едете вверх, а вы их опускаете, им страшно от этого, и они начинают говорить, зачем ты меня опускаешь, зачем ты, потому что они начинают себя чувствовать, ну, не то чтобы ущербными и неполноценными, но они энергетически даже начинают чувствовать, что вы над ним, что вы становитесь, их начинает бесить всё, что вы становитесь там более продвинутой в своих мыслях, более осознанной, более самостоятельной, перестаете быть жертвой. Например, для мужчины, когда он привык, что женщина всю жизнь жертва рядом с ним, и он знает, на какую кнопку нажать, чтобы она там заплакала или попросила у него денег там, то есть он знает, что она зависима от него, и вдруг в какой-то момент он что-то делает, а женщина так не реагирует. Он пытается пробить дальше, думает, сейчас я тебе ещё, а теперь развод, а ты опять не реагируешь на это, ты говоришь ему, ну, хорошо, давай поговорим об этом, и он охреневает, мол, что произошло, она раньше бы никогда так не сделала, его это очень сильно злит, потому что меняется модель поведения, точно так же, как у матери с ребёнком, да, когда ребёнок зависим от мамы, там многие мамы этим очень сильно моделируют, а потом мальчик уходит, всё, он сам себе зарабатывает, и мама что начинает, я болею там, я там то, там, обращать на себя внимание, потом она ему говорит, ты неблагодарный, я типа всю жизнь тебе отдала, это вот отсюда, от того, что что-то произошло новое, что раньше могла манипулировать, а сейчас нет. Вот, в общем-то, всё, что происходит, поэтому, чтобы это пережить, если ваши отношения, ну, на самом деле крепкие, и это те отношения, которые вам в жизни нужны, а это покажет время, разговаривайте с ними, не с ними, а с ним, общайтесь с ним, спрашивайте, слушайте его, вот, он должен понять и принять вас новой, да, помните, позволь себе быть собой, а другому быть другим, если он этого не может принять, и если он вас будет только оскорблять и давить, вы сами очень легко его отпустите сейчас, спустя какое-то время, то есть вы сами не захотите этих отношений. У меня есть очень много взрослых подруг сейчас, 40+, у многих произошли разводы, и, например, одна из моих подруг, её партнёр больше года не давал ей развод, то есть он очень, там, просил прощения, очень круто себя вёл, и она не была морально тоже как-то готова. И потом, когда вот он ей, там, чуть ли не предложение сделал, она мне говорит, ты знаешь, я поняла, она очень страдала вначале, там, ну, был момент другой женщины, и она мне говорит, ты знаешь, я поняла, что я больше не хочу этих отношений, что, в принципе, я страдала не потому, что там, просто мне было обидно от самой ситуации, а по факту я очень благодарна этой ситуации, потому что мне, я понимаю, что это не тот мужчина, с которым мне, там, хочется дальше что-то. Поэтому, да, это непросто, а поговорить об этом проще, я с вами тут не могу не согласиться, очень сидеть легко и умничать на эту тему, но, в принципе, это происходит так. Поэтому общайтесь, смотрите, либо он начнёт меняться, вы уже запустили свой процесс изменений, вы уже, вы, когда приходите в рерайтер, вы заявляете, что вы хотите этих изменений, я же вас сюда не притаскиваю, да, ничего вас сильно там не заставляют делать, но вы начинаете меняться, потому что ваши мысли начинают меняться, потому что вы понимаете, что можно по-другому, и дальше начинает меняться всё вокруг, и часто бывают и партнёры, но часто бывает так, что наоборот это помогает вашим отношениям, то есть партнёр начинает, это запускает его процесс изменений внутренних тоже. У меня с мужем было так, то есть я когда с ним познакомилась, когда мы там поженились, и потом случилась ситуация, когда он сказал, всё, развод, и всё, и он мне прям этим разводом каждый день, ну, там, бил морально, вот, и я поняла, что дальше то, что начало происходить, это запустило в нём как бы перезапуск нового человека, и эта ситуация полностью изменила и его, и меня, и нас, и, в общем-то, ну, мы оба довольны. С мамой тоже разговаривать, чтобы не вампирила? С мамой лучше не разговаривать. Если мама вампирит, лучше, ну, как бы избегать этих историй, потому что, ну, мама в любом случае, если мама готова к трансформации, она найдёт эту информацию, ну, вы там можете ей, например, эфир подсунуть, мой, условно, один, и посмотреть на её реакцию, то есть мама либо залипнет, и там начнёт потихонечку изучать, либо у мамы будет жуткий протест. То есть у мамы будет жуткий протест, а вы её ещё добавите там в перемешечку, расскажете ей, в чём она не права, расскажете ей, как она неправильно думает, ну, в общем, перескажете ей мои какие-то лекции, то, конечно, вас ждёт душераздирающий конфликт. Я это знаю, потому что я это пережила со своей очень крутой мамой, поверьте мне, мне сильно с мамой повезло, но даже я со своей это пережила. Поэтому тут уже включается момент того, что мы понимаем, что мама имеет право жить так, как она живёт, и мама имеет право делать со своей жизнью всё, что угодно, но точно, точно не с моей жизнью, да, то есть со своей может, а с моей нет. Она управляет своей жизнью, но моей не управляет. Она дала мне жизнь, я ей за это благодарна. Всё, на этом как бы вот этот вот эффекта жертвы больше нету, то есть я теперь ей должна её слушать, потому что она меня родила. Ну нет, всё, я уже не должна. Я должна была её обнять, поцеловать, я это сделала, я её люблю, это всё замечательно, но жертвой быть нет. Поэтому я не позволяю маме себя вампирить. Мы просто эти темы не поднимаем. Ну, мама у меня вообще уже сейчас такая сильно продвинутая, потому что у нас начался этот момент, наверное, лет 13 назад, вот когда я только начала там в каких-то моментах просвещаться, и у нас были серьёзные по этому поводу, ну, то есть, во-первых, была моя реакция такая, мама, я теперь всё знаю, значит, это ты испортила мне жизнь. Вот приблизительно вот так вот я пришла и ночью сказала, значит, я всё, я была на тренинге, я теперь всё знаю, всё, мам, ну, типа, у нас с тобой должны быть жёсткие разборки. Вот, ты должна за всё ответить кровью. Поэтому тут просто момент вашего контроля. Когда вы, да, мам, я люблю тебя, всё замечательно, мамочка, я эти темы обсуждать не могу, прости, я занята, прости, я не хочу, давай поговорим об этом. Об этом не хочешь говорить, здорово, всё, я тогда пошла. Вот приблизительно так. Она хочет, чтобы я жила её жизнью, и знать не мне, конечно, это естественно, но вопрос не в том, что хочет мама, вопрос в том, чего хотите вы. И вы, как взрослый человек, уже можете этого избегать точно так же, как и с друзьями и со знакомыми, да. Я, например, для себя сделала выводы, в каком окружении я хочу быть и в каком не хочу быть, и дала себе ответ, что будет, если я буду с тем окружением, которое мне не нравится, пересекаться. Или что мне делать, когда мне надо с ним пересечься. Какие у меня есть варианты поведения для того, чтобы я не взрывалась, для того, чтобы я не негативила и так далее. Вот как взрослый человек вы садитесь с собой, эти все вещи разговариваете, проговариваете. Так, если у тебя одни мысли, а тебе говорят другие мысли, но ты думаешь по-другому, будут ли влиять мысли других людей на тебя. Да, очень хороший вопрос. Это вот я как раз недавно приводила замечательный пример того, когда ты решаешь правильно питаться, да, а наши мысли — это как питание для нашего мозга. Мы должны знать с вами, что мысли, наш разум, да, это система, которая принимает и отдаёт мысли. Я приводила пример, и вам ещё раз его приведу, и в мясорубке. То есть, если вы в мясорубку кладёте, например, курицу, то вы оттуда овощи не достанете, да, понятно. То есть, если вы всё, что вы в свою голову кладёте, то вы и выдаёте. Выдаёте в виде чего? Выдаёте в виде своих вибраций, потому что наши мысли имеют такую энергетическую паутину. И вот если вы какой-то шлак забили, там, проблемы, там, или бред какой-то, то в жизни ваша энергия вышла как вот эти проблемы. А наши мысли, они имеют свойство намагничивать и притягивать к нам события и ситуации вот на той же частоте, на которой мы там с вами находимся. То есть, если мы раздражены и взбешены, и мы эту информацию получили даже от других людей, мы типа тоже взбесились, и в результате к нам притянулось ещё больше похожих ситуаций и обстоятельств, которые это бешенство ещё раз усилили. Вот что происходит. Это такая мясорубка. Вы туда забросили, вы это выдали, и опять это притянули. И для того, чтобы разорвать этот круг, нам необходима вот эта осознанность, понимание, что происходит. То есть, это такой некий фильтр, когда мы говорим себе, э, стоп, вот простое вам сравнение. Вы приходите в гости к друзьям, раньше были застолья, салаты оливье и так далее, но вы решили, что вы правильно питаетесь, или вы уже просто правильно питаетесь. И вы там себе положили помидорчик, там огурчик и там куриного мяса гриль, там куриный какой-то беточек. Вот, ну а люди кладут себе там оливьешку, там всё, и вот вам хозяйка берёт и начинает, значит, вашу тарелку, вот это всё бросать, да, там, жир, майонез, там всё, что вы не любите, там, вот шпротики, вот этот хлебушек обжаренный, она вам всё кладёт. И она не просто вам кладёт, она вас заставляет это съесть. Ну, сложно себе представить такую ситуацию, да. Она вам говорит, давай оливьешку, ты говоришь, ой, спасибо большое, я не хочу сейчас, или там, нет, нельзя такое. То есть обычно человек, который реально находится на своей волне, он в состоянии не есть ту еду, которую ему предлагают и которая ему будет во вред. Но с мыслями люди так, вот человек говорит, я всё, я очень фильтрую свои мысли, я аккуратно, я понимаю, что то, о чём я буду думать, это и будет в моей жизни происходить. Но вы приходите на какую-то вечеринку, да, там или куда-то, неважно, просто встретились с друзьями, и они вам тут же своего негатива нахлебали. И если вы его приняли, то капец вам. Тут есть разные техники поработать с негативом, которые мы изучаем, вот, которые помогают нам отфильтровываться от этого. Но ключевое, что я вам могу сказать, самое главное, это то, что первое, и самое главное, пока вы это не приняли эмоционально, пока вы не включились в это, эти эмоции к вам не имеют отношения, эти ситуации. То есть вы можете на них, вот, ну, такую простую технику вам дам, представьте себе, что вы смотрите фильм, да, то есть и фильм, вы понимаете, что это фильм, это прям не такой классный фильм, в котором ты реально иногда, да, уже там, уже сам вот-то вылетаешь, нет. Ты понимаешь, что это фильм, и ты это не принимаешь. То есть ты такой себе ставишь экран перед собой, ты смотришь этот фильм, и ты говоришь, да, очень замечательно, а потом можно там в конце вот эту всю историю, которую вам рассказали, вы её мысленно должны каким-то образом уничтожить, там, знаете, в какой-то аппарат её засунуть, сварить её, там, не знаю, просто смять, сжечь, вот, в унитаз вылить, ну, всё, не принять эту информацию. Но, безусловно, для вас это показатель того, что если люди, с которыми вы общаетесь, постоянно говорят о шлаке, то зачем вам общаться много с этими людьми? И со временем вы увидите, что вы начнёте быть занятыми для этих людей, у вас появится другое окружение, у вас будет ещё меньше времени на этих людей, потом они каким-то чудесным образом отпадут. Это вы должны понимать. Так это происходит. Вот, поэтому мысли других людей, безусловно, на вас влияют, если вы их потребляете, если вы их потребляете вовнутрь. Так, если ты чувствуешь, что ты поменялся внутри, ненужные люди ушли из жизни, новые не появились, и ты завис. Ну, во-первых, я сейчас не могу до конца ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, вот сколько времени прошло, что вы делали, что с вами происходит, но вы должны понимать, что это такой процесс, который происходит. Если он запущен, то вот как в океане, знаете, если вы так вычерпнуть ковшем воды, то всё равно на это место придёт новая вода, то есть зальёт. То же самое, когда вы из жизни что-то, помните, есть такая фраза, когда одни двери закрываются, открываются другие. Вот вы должны понимать, что так оно и работает, что вот если вы что-нибудь с грядки выдернули, то там обязательно что-то будет дальше. Либо вы туда что-то посадите, либо там какой-то бурьянчик будет, поэтому сформируйте для себя, какое новое окружение вы хотите. Возможно, вы не дали себе ответ на вопрос, и поэтому не можете найти. Это вот знаете в гардеробе. Вот я занималась чисткой гардероба. И вот я решила там почистить гардероб. Я избавилась больше, чем от сотки вещей. На секундочку. Вот. Обуви там очень много. Но когда ты от всего избавляешься, ты, во-первых, видишь ситуацию реально, что у тебя есть из одежды, что ты сегодня чувствуешь, что ты готов сегодня носить. И тебе сразу же становится понятно, не когда вот эта вот куча всего висит. Потому что когда куча висит, это история, что много одежды, нечего надеть. А когда ее становится меньше, и ты с каждой вещью посмотрел ее и разобрал, ты уже понимаешь, ага, мне нужны штаны там белые, классно было бы. Или вот классно, если бы я купила красную куртку, она сразу ко всему этому подойдет. И ты уже идешь в магазин, и очень осознанно понимаешь, что тебе нужна не какая-то вещь, в которой у тебя тысяча висела, тебе нужна красная куртка, потому что у тебя есть 10 луков, в которые эта красная куртка впишется. Или ты не можешь носить 8 пар джинс, потому что у тебя под них нет штанов, ой, ботинок, да. Вот босоножки были классно, а вот ботинок нету. И ты понимаешь, что если ты сейчас купишь одни ботинки, то у тебя 10 пар джинс будут играть. Вот вы должны понять, если от старого избавились, а что новое-то вы хотите, что вам нужно. И, естественно, начать это формировать в своей голове, думать на эту тему и притягивать это, потому что мы всегда притягиваем то, о чем мы думаем. Вот. Да, мы вообще, например, в рерайтере начинаем с истории о том, какую жизнь мы хотим. Знаете почему? А не с того, как исправить то, что есть. Потому что зачастую, и, кстати, в гардеробе на самом деле тоже есть такой прием, есть стилисты, которые начинают с того, что вообще стилист изначально, даже не есть стилисты, все так делают, задают вопрос. Вот когда ты, например, начинаешь общаться со стилистом и говоришь, я хочу поменять гардероб. Мы представляем, что к нам пришла там тетечка, да, и говорит, так, это футболка модная, это не модная, эти штаны модные. Нет. Он задает тебе первый вопрос. Опиши себя, какой ты вот сейчас, как ты себя ощущаешь, куда ты ходишь, для чего тебе нужна одежда, потому что кто-то ходит, вот я, например, раньше занималась свадьбами, да, у меня каждые выходные были свадьбы, я любила на свадьбах быть там в платьях, я преподавала свадьбы, свадебные курсы, я любила все время в этих платьях, каблуках, платьях, каблуках, а сейчас вообще другая история, мы сейчас даже в офис ездить не надо, если я по-другому совершенно ощущаю уже, я стала там взрослее, там, я себя чувствую роскошней, внутренней, я себя чувствую гораздо сексуальней, мне нравится сейчас мое тело, я могу позволить себе выставлять какие-то части тела и прятать в балахонах, потому что я в любом случае чувствую себя так, как мне нравится, и вот первый вопрос, который задает стилист, это какой гардероб, какой ты, а потом уже он начинает эти шмоточки к тебе прикладывать и разбирать, и говорить, ну окей, а вот эта вещь, вот куда ты сейчас в ней можешь пойти, ты говоришь, ну вот раньше я ходил в офис, да, ты ходила в офис, но сейчас ты родила ребенка, ты не хочешь больше возвращаться в офис, зачем ты хранишь этот там пиджак, или эту юбку, ты никогда в жизни больше ее не наденешь, и ты говоришь, ёпсель, ну да, то есть потом стилист формирует, вот он посмотрел на ваши вещи, и дальше он вам формирует луки, подборку в интернете, да, из того, каким он вас видит, вы смотрите, говорите, вау, да, вот класс, я бы хотела так выглядеть, но это же дорого, например, вы говорите, она говорит, да нет, вот смотри, вот эти вещи, вот это, вот это, вот это, это из твоего шкафа, нам нужно купить только вот один пиджак, и у нас будет вот этих 10, ты говоришь, ёпсель, как круто, и потом уже вы только отправляетесь на шопинг, и покупаете те недостающие вещи, которые объединят твой гардероб, и вот так вот у вас появляется гардероб, который можно носить, я уже, видите, продаю стилистов, но в жизни все происходит точно так же, то есть для того, чтобы начать создавать что-то новое, мы должны понять, люди обычно как, люди пытаются разгрести из того, что есть, вот что-то вот из этого сделать, но я предлагаю другой концепт, потому что большинство людей вообще никогда не задумывались о том, какую жизнь они хотят, то есть вообще не понимают, такого вопроса даже нету, какую жизнь ты себе представляешь, там, представь ее, нарисуй ее, визуализируй, подбери ее, представляете, с рождения, да, пять лет тебе мама говорит, давай выберем, в каком доме ты будешь жить, давай наклеим картинки, значит, там, не оригами сделаем, а вот придумаем, там, какую-то машину хочешь, создадим такой с тобой дневник, значит, твоей жизни, вот, и ты будешь знать, там, вот, да, чем ты хочешь заниматься, например, вот у меня малые, с трех с половиной лет Ева, и с четырех с половиной лет Алиса в спорте, и мне многие говорили, включая моего мужа, что, ну ты что, это очень рано, ну зачем, а я сейчас смотрю, вот сравниваю их с детьми, которые ничем не занимаются, таких же детей, на самом деле, очень много, кто с раннего возраста занимается, это же не только мои дети, и вот я смотрю уже на достижения своих детей, а многие еще в этом возрасте ничего не начинали, но я вам скажу больше, многие и в 20 еще ничего не начинали, и в 25, это вопрос вот этого воспитания, как родители уделяли этому внимание или нет, обратите внимание, сколько людей сегодня ходят в брекетах после 40, и вообще решают свои вопросы с зубами, или не решают, а я, например, повела своих детей, поскольку я страдала от этого всю жизнь, я повела своих детей вот к ортодонту, сразу же, как только увидела вопросы у Алисы, у Евы еще не выпал ни один зуб, и уже сейчас они ходят с тренерами, это специальные такие капы, которые они надевают на ночь, и там днем по 2 часа, потому что оказывается, что почему у нас растут кривые зубы, потому что у нас не растягивается челюсть, она сама не расходится, вот вроде природа природа, и они расходятся, получается вот это скучивание зубов, и потом мы в возрастной жизни с вами начинаем это расхлябывать, хотя это все можно решить в детстве, без брекетов, без ничего еще, это все можно решить, но мы не любим смотреть на опережения, нас не приучили так, нас приучили расхлябывать потом уже, да, вот это все, не расхлябывать, простите, а расхлебывать, вот эти все проблемы, когда они уже случились, а пока не случилось все, точно так же, как и к доктору, да, мы же когда идем, когда уже что-то отваливается, вот такая история с нашей жизнью, Поэтому изначально нужно себе создать, вот у меня такая модель, да, моё видение, что изначально мы создаём и формируем, и отвечаем себе на вопросы, какую жизнь я хочу. И для очень многих участников марафона это становится неким ступором на время. То есть люди офигевают, они приходят, и им кажется, что сейчас я быстренько всё выберу, а потом это как, знаете, хождение по магазину одежды, когда ты ходишь, а купить ничего не можешь, и у тебя вроде и деньги есть, ты пришёл там с каким-то бюджетом, и пока у тебя денег не было, ты так, ну, типа думал, я это куплю, я это куплю, помните как? А когда деньги появляются, ты уже понимаешь, так, у меня уже есть какая-то сумма денег, мне сейчас надо выбрать самое то, и ты не можешь определиться. И ты ходишь, ну, я это переживала много раз. И вот в рерайтере тоже у людей есть, когда люди понимают, что они боятся, они не умеют мечтать, они всё время пытаются схлопнуть свои желания, им всё время страшно пожелать. И вот и с этим мы работаем, и над этим нужно работать. Поэтому изначально вы формируете реальность, которую вы хотите, и вы начинаете работать над ней мысленно. Вы изначально работаете над ней мысленно. И когда вы начинаете это делать, вот всё, что происходит вокруг вас, как в сказке, начинает потихонечку двигаться и меняться, и вы не должны этого бояться, вот это ключевое, что вы должны знать. Поэтому это сильно круче, чем любой бизнес-тренинг, который вам предлагается. Любой бизнес-тренинг – это кровь всегда. Если вы, например, бизнес-тренинг для тех, кто занимается, например, работает на работе, им говорят, хочешь изменить жизнь, открой свой бизнес. Это стресс колоссальный для человека, потому что большинство людей вообще по природе, которые приходят в бизнес, они вообще для бизнеса не созданы или не для такого бизнеса. И ты, например, в школе чем-то занимаешься, любишь рисовать, или тебе хотелось бы танцевать, у тебя есть какой-то мир. И тут приходят на секцию бокса и говорят, значит, хочешь стать чемпионом, повалили, сейчас научимся. И вы вот приходите, и вас всех начинают лупить. А из вас, из сотки, только одному бокс – это его, ему нравится. А все остальные просто получают пахари с разбитыми носами и стоят в афиге. И думают, что произошло, вы там ходили на какие-то тренировочки, а потом вас вывели на бой, и вас тут же убили. Ну, в кавычках. Потому что это не ваше. Потому что вы изначально вас не спросили, а тебе это нравится, а тебе бы это хотелось. Нет, вам сказали, ты будешь чемпионом, у тебя будет дом, квартира, собака. Все, ты решишь все свои проблемы. И ты побежал за этим. Ты побежал не за собой. Ты не знаешь, чего ты хочешь. Ты побежал за вот этими мнимыми штучками. А эти мнимые штучки, они очень опасны. Потому что если вы их получаете не через тот источник, который ваш, то либо это превращается для вас в травму, либо вы просто, ну как бы, знаете, как собачка, как вот даже не собачка, а как автоматы раньше были, когда там много игрушек лежало, и такая цапля, надо было ей вытаскивать. И вот этой цаплей она все время такая дрожала, и все, с нее все время все падало. Такая некая иллюзия. И люди, которые были азартные, они такие, ну давай сейчас еще, еще, еще монетку, и потом в итоге там, если они вытащили эту одну игрушку, которая стоила там одну монетку, потому что она какая-то вшивая и вонючая была. Да, это типа чувство адреналина, но для чего стоила ли игра свеч? Подскажите, как сделать так, чтобы мой бывший меня понял и вернулся. А зачем? Если вы понимаете, это не может быть вашей целью. Вашей целью всегда можете быть только вы. Вы можете начать расти, развиваться, понимать себя. И тут может случиться два момента. Первое, ваш бывший может захотеть к вам вернуться к новой. Второе, вы не захотите новое, чтобы он к вам возвращался. Вот такая история происходит. То есть это очень такой, я не знаю, сколько вам лет, но это такой очень детский подход, когда я хочу, чтобы он ко мне вернулся. Это происходит тогда, когда вы не знаете, кто вы. То есть вы все время пытаетесь спрятаться за него, собой страшно заняться. Займитесь собой, и вы начнете притягивать других мужчин. Скорее всего, вы притянули вот такого мужчину, потому что тут два тоже момента. Возможно, он вас перерос. Скорее всего, раз вы все-таки хотите его вернуть, а не он вас. Возможно, он вас перерос. Могут быть разные истории, но это на самом деле все дурацкие истории. То есть если мужчина уходит, всегда надо концентрироваться не на нем, а на себе. И опять-таки повторюсь, в большинстве случаев, когда мужчина хочет вернуться, женщина уже не хочет его, потому что она вырастает. Любое расставание – это всегда очень крутая точка роста, точка анализа, точка вопроса, когда вы задаете себе вопрос, так и что я теперь наконец-то хочу. Потому что когда был мужчина, у женщины есть такое, ну у нас вместе, мы должны там, ну мне приходится где-то пожертвовать, ну ничего страшного, у нас семья. А когда вот он уходит, и ты одна остаешься, ты думаешь, да пошел ты в жопу. Пришло время узнать, кто я, чего я хочу. Скажите, пожалуйста, вы верующие, я верю в то, что есть сила, которая больше нас. Вот, я верю в то, что мы являемся частью этой силы. Я однозначно верю, но это не та вера, при которой я перестала ходить и в церкви, потому что я вижу, что это бизнес, потому что я не понимаю, почему верить можно только в церкви, и если ты во что-то веришь и чему-то, кому-то молишься, то ты должен это делать по каким-то определенным канонам, почему у тебя должна быть покрыта голова или закрыта плечом, мне это непонятно. Я считаю, что вера – это то, что есть у нас внутри. Вот, поэтому вот так я вам отвечу. Я не разделяю Бога, Вселенную, Аллаха. Я знаю, что это есть огромная сила, и каждый её видит так, как он себе представляет это. Вот так я могу сказать сегодня. Как вы боретесь со страхом, бывает ли он у вас? Вот так как-то очень не знаю, как вам ответить на этот вопрос, потому что типа сказать, что я ничего не боюсь, ну типа нет. Но сказать, что я боюсь, я разбираю всегда свой страх. То есть если у меня какой-то страх появляется, то есть у меня нету постоянного страха вообще. То есть типа страх, с которым я живу, у меня такого нет. Вот, но если у меня какой-то секундный страх появляется, да, вот меня ёкнуло там, я не знаю, за ребёнка испугалась там, вот это чаще, наверное, такой материнский страх какой-то там, или там, не знаю, кто-то напугал. Ну то есть я разбираю эту историю с собой, почему я так отреагировала, что произошло, что спровоцировало, то есть чисто такого рода. А вот типа страх там, что я боюсь перемен, или страх, что я там боюсь, чтобы что-то случилось. Нет, у меня таких страхов нет, я с ними разобралась. У меня были такие страхи. Вот, но я, в принципе, успешно с ними со всеми справилась, потому что я осознала, что страх — это тоже очень сильная вибрация внутренняя, которая всё время в тебе пульсирует, и она притягивает всё то, чего ты боишься. Поэтому я просто это всё для себя как-то разложила, и не могу сказать, что у меня сегодня есть вот страхи, о которых, по крайней мере, я бы помнила. Нет. Как вы относитесь к просьбам одолжить денег, одолжить или ближним знакомым? Значит, смотрите, у меня здесь такая ситуация очень простая. Один наш знакомый когда-то сказал нам с Сергеем такую фразу, что если меня просят в долг, то я прекрасно понимаю, что мне эти деньги могут не отдать. И я всегда думаю, беру время на подумать, и если я понимаю, что я готов дать этим людям денег в долг, и понимаю, что они мне их не отдадут, и я смогу при этом спокойно себя чувствовать, ну, то есть вот ментально, то я им дам. Если нет, то нет, не дам. Меня не просят в долг, мои знакомые. Однажды вот меня там попросила моя подруга, она спросила меня, Олечек, ты можешь мне сейчас дать? Меня не было. Я ей сказала, не могу, потому что меня нету. Вот. Если бы были там деньги такие, я бы дала этому человеку, это близкий для меня достаточно человек. И так, в принципе, как-то я, наверное, не притягиваю людей вот с такими подобными желаниями. Чужим людям, конечно, я никогда не даю денег в долг. Я вообще считаю, что, ну, как бы, нет. Сегодня есть очень простая история. Сегодня есть кредиты в банках. Я сама к этому прибегала в жизни. Я не говорю, что это хорошо или плохо, но я говорю о том, что мы должны брать ответственность на себя. Человек не хочет одалживать у банка, потому что ему страшно, что потом у него что-то заберут, но при этом он хочет взять их у тебя. Поэтому я вот как-то так вот просто. Но я могу сама попросить, например, у своих знакомых. Иногда у меня бывали такие ситуации, когда я просила у людей деньги на какое-то время, потому что у меня были такие ситуации, вот, и мне давали деньги, но я всегда деньги возвращала. Ну, возвращала, да, вот. То есть для меня это такое очень... Я даже вот если, например, там, не знаю, 200 гривен попрошу, там, маме какой-то скажу, ей передай, пожалуйста, там, на тренировке, да, и я тебе потом отдам. Ну, сейчас как-то с картами все решается, но я всегда помню, никогда не забываю про деньги. То есть я очень ответственна в этом, потому что я их зарабатываю, и я уважаю деньги других людей. Почти круглосуточно я сижу с ребенком, за исключением того времени, когда на работе, но график по три часа, уже не выдерживаю, срываясь на ребенка. Вечные слезы и капризы достали. Няня дорого. Что делать? Ну, вот, смотрите, уже, да, первая история. Няня дорого. Вот, няня дорого. Ну, во-первых, знаете ли вы, сколько стоит няня, и можно находить, например, девочку, которая будет сидеть там хотя бы пару часов в день с ребенком или гулять с ним, пока вы сможете заниматься там домом. Во-вторых, это тема, которая поднимается с мужем, да, то есть вы должны поговорить об этом с мужем, со своим. Миллион девочек есть. Посмотрите, например, пример этих девочек, которые умудряются это делать. То есть вам нужна, безусловно, помощь. Включите просто разум. Я знаю, что с ребенком это очень сложно сделать. Я сама была с ребенком вот, вплотную. Есть бабушки, есть какие-то сиделочки, которые вам могут помочь. Вам нужно сформулировать, для чего вам нужно время, что вы хотите делать, чтобы вы это время могли использовать. Вы можете, ну, я не знаю, что у вас там с мужем. Если муж есть, то, безусловно, разделять вот эту вот историю с мужем. И для себя сформулировать, например, чем я хочу заниматься, на какую работу я могу вернуться и устроиться. Лучше сбежать на работу. И пусть все эти деньги отдавать няне или в детский садик, но, по крайней мере, вернуться к нормальному образу жизни. Хорошее в этом есть то, что это не навсегда, да. Вот, вы говорите, да, на работе 3 часа. Хорошо, что это не навсегда этот период пройдет, но вам просто нужно активно определить, что вам необходимо это решить. Это, знаете, как женщины часто говорят о том, что там, ой, уборка дома, у меня столько занимает времени, я говорю, возьми домработницу. И все считают, что домработница – это супердорого. Но иногда можно найти просто тетю, которая придет и совершенно за здоровые деньги вам будет убирать то, что вы убираете целый день. А вы за это время сможете прийти в себя, настроить свой мозг, ну, вообще как-то вернуться и найти себе точно возможность, когда мозг ваш придет, заработать эти деньги. И пусть вы даже заработаете ровно столько же, но вы хотя бы не будете заниматься тем, что вам ненавистно. Это все решаемые абсолютно задачи. Их решают миллионы женщин. Вот. И найти девочку, студентку, которая будет сидеть с вашим ребенком, вот поверьте мне, это все очень легко делается. Девочек идеально искать, у которых было пять сестренок. Вот мы часто, я тоже так думала. Ой, блин, молодая, что она знает. Девочки, вот некоторые выращивают, блин, прямо стадо, знаете. Мама рожает, а она выращивает. Она в 20 лет уже, блин, имеет колоссальный опыт. Уберите барьеры и страхи в голове и задайте себе вопрос. Я хочу быть нормальной матерью, а простите, не топить своего ребенка в ванной. Я очень хорошо помню ситуацию, когда я родила Алису, и это еще было самое начало. Я безумно любила своего ребенка, но я помню, когда она плакала, в какой-то момент я взяла и начала ее трусить так, что я от страха потом чуть не уписывалась, когда я поняла, что я делаю. Потому что реально крыша едет. Это правда. Это недолго. Вот это пройдет. Но, тем не менее, 2-3 года сдали в садик. Пусть на полдня, пусть на 3 часа, убирайте, вот это я плохая мать. Вот лучше не очень, пусть для себя, хорошая мать, но здоровая с головой, чем мать, которая сошла с ума. Это я вам точно могу сказать. Все с вашим ребенком будет замечательно. Просто разрешите себе этот вопрос начать решать, и вы точно найдете миллион решений. Это я вот могу вам тоже с уверенностью сказать. Да, нужно просто включить. Правильно. Теперь давайте еще вопросы. Если большая мечта на реализацию, нужно больше времени, чем на маленькую. Ну, как бы, по логике вещей, да, но тут не всегда логика решает. Вообще, вы должны настраиваться. Вот знаете, раньше было в бизнес-тренингах, и я так преподавала, типа, настроите себе, поставьте себе дату и убейтесь к тому, чтобы в эту дату вы все реализовали. Сейчас, например, я такие методы не применяю по отношению к себе и другим не рекомендую. Вот любой стресс, который вы испытываете, это вот такая ваша энергия стресса. Вот, знаете, это вот когда ты спешишь, да, помните, обо всё спотыкаешься, и всё летит из рук. Вот нахрен надо. Поэтому просто успокойтесь и получайте удовольствие от того, когда вы работаете над своей целью. Получайте удовольствие, кайфуйте, чувствуйте, представляете, радуйтесь там, да, но не страдайте. И скажите себе, что это случится в лучшее для меня время. Вот в лучшее. Вот я сейчас работаю, например, над новой машиной, да, такая одна из моих больших целей. Маленькие у меня закрылись весьма быстро, ну, относительно маленькие. Вот. Вот большая цель, но я себе поставила в этот раз цель не такую, что я там типа за какой-то период времени покупаю машину и коплю на неё. Нет, я себе поставила так, чтобы эти деньги пришли ко мне, ну, как бы пришли так, чтобы я не заметила. Не заметила это в контексте того, что мне мою жизнь нынешнюю пришлось бы схлопнуть, да, там типа сказать, так, дети на тренировки не ходим, так, значит, в супермаркете смотрим на ценники, шмотки новые не покупаем, бензин, значит, заправляем там, та-та-та, няня уходит в увольнение, домработница пока не убирает, я коплю на машине. Я такого не люблю и не хочу такого. У меня, ну, не могу сказать, что у меня были такие прям периоды, ну, разные были, и я не хочу такого больше. То есть я хочу, чтобы деньги просто, мой уровень дохода, я работаю над тем, чтобы он повышался и чтобы просто эти деньги приходили ко мне легко, чтобы я спокойненько там заказала машину, там еще два месяца отнесла за нее платежи, там условно по 40 тысяч долларов и все, и закрыла, и не заметила это на своей обычной жизни. Вот я вам рекомендую настраивать свой мозг именно на цель с комфортом, без стресса, и не говорить себе там, мне для этого потребуется больше времени или меньше, мне потребуется время не столько, сколько нужно. Приблизительно себе планируйте, там, например, хочу, это там в 2020 году, не получилось в 2020, супер, хочу в 2021. просто классно, и все. Вообще, по поводу цели, это, ну вот, мой ментор рассказывал мне о том, что для того, чтобы мы могли какую-то цель пробить, вопрос масштаба цели, это вопрос масштаба твоей собственной энергии, что ты должен раскачивать свою энергию, вот когда у тебя энергии хватает на это, это ты в состоянии пробить, ну, если вам так легче, окей. Работа над энергией, это опять-таки работа над своими мыслями, вы должны понимать, что энергии у каждого из нас огромное количество, вопрос, как мы ее используем. Если вы все время находитесь на низких вибрациях, а это означает, что вы все время обсуждаете что-то плохое, что вы говорите о болезнях, о проблемах, вы на себе не сконцентрированы, то вы как в сито свою энергию сливаете, вы с утра встали, у вас полная банка, но вы начали все это делать, и она у вас вся вылилась, и в итоге полдня прошло, у вас уже все. А если вы наоборот человек, который встали с банкой, и еще больше о классном, о хорошем, думаете, медитируете, занимаетесь, у вас банка встала в два раза больше, вот вся разница. Вы участвовали в марафоне Блиновская? Нет, я никогда не участвовала в марафоне Блиновская, я вам скажу больше, я не до конца знаю, что это за марафон, меня спрашивают люди, иногда задают этот вопрос мне, это такой же марафон, я не знаю, что это за марафон, но некоторые участники, которые у меня были и проходили марафон, говорят, что это абсолютно разные вещи, их даже сравнивать нельзя, это я единственное, что могу вам сказать. У меня вообще такой принцип, я практически никогда не училась у русскоязычном пространстве, знаете почему? Потому что принципиально не хотела, чтобы кто-то говорил мне, что я его ученица, но такое у меня было, а потом это уже осталось, как-то так со мной, и есть буквально считанные парочку человек, у которых я какие-то знания приобретала, потому что эти люди мне симпатичные, и я считаю их очень глубокими в их темах, даже номер один, сказал бы так. Всё. Так, погнали. Сейчас. Класс. Как дочки успевают учиться в школе, делать уроки, интересно ваше мнение по вопросу, и дальше непонятно. Не знаю, что интересно в этом вопросе, я вам скажу так. Это вообще в принципе, давайте рассмотрим эту историю как историю тайм-менеджмента человека. Я училась в университете культуры, и у меня был, у меня скоро закончится эфир, у меня был ректор, и он есть сейчас, Михаил Поплавский. И для меня это такой феноменальный человек, потому что я работала в его команде какое-то время, будучи студенткой, и он был для меня феноменальным, и остаётся, потому что он сделал из училища училища или техниоучилища. Из училища он сделал университет, он выдавал концерты, он начал петь, снимать клипы, он выдавал концерты во Дворце Украины, это крупнейший дворец, кто из России, вот рассказываю. Он начал делать шоу, он начал снимать телевизионные программы, и при этом каждый день в университете он проводил собрания со всеми ректоратами, он очень сильно усилил университет, он прям вот во всех смыслах вырос. И знаете, что он ещё делал? Он каждый вечер принимал студентов, которые приходили к нему, там, например, я хочу, там, вот я из обычной семьи, я поступил на контракт, я хочу перевестись на бюджет, или там, у меня проблемы в общежитии, у меня волосы дым обстановились. Я говорила ему, Михаил Михайлович, как вы это делаете? Нахрена вы это делаете? У вас столько важных дел. А, ещё он был, в Киев-Горсовете его избрали. И это человек, который уезжал с университета в 11-12 ночи. И вот вы знаете, я после того, когда за ним посмотрела, это вызвало у меня такое восхищение, и каждый раз, когда я себе говорю, например, о том, что там, ой, как мне всё успеть, я вспоминаю его и понимаю, что я могу успеть всё. Как успевают мои дети? Мои дети смотрят на маму с папой и видят, что мама с папой кайфуют и очень много всего делают, и им тоже хочется. Вот и всё. Вы всегда будете примером для своих детей. Если вы лежите, ни черта не делаете и требуете от своих детей, ваши дети будут жертвами. Если вы являетесь для них примером, для них это просто будет нормальной средой. Вот и всё. Так, вот, видите, седьмой поток рерайта. Жду начала, уже не могу. Ну, уже Аллочка чуть-чуть осталась. Посоветуйте книгу по тайм-менеджменту. Нет, не посоветую. Я не помню, уже сто лет ничего не читала. И вообще читать тайм-менеджмент очень глупой штукой, о которой не стоит читать, а просто нужно влюбиться в то, что ты делаешь и поставить себе планы и задачи. Никакой тайм-менеджмент вам не понадобится. Стоит ли искать самой новых друзей или свои люди сами притягиваются? Конечно. И вообще в жизни всё само приходит. Вот это вот очень крутая штука. Когда вы перестраиваете своё мышление, в вашей жизни начинает всё происходить самостоятельно. Но вам не нужно зевать. То есть это не значит, что вы сидите дома. Но вот всё начинает притягиваться. Вот очень правильно. Вот этим мне нравится вообще то, чем я занимаюсь больше всего и то, чему я обучаю. Потому что это даёт возможность вам с помощью своих мыслей воссоздать в реальности то, что вам нужно. Я раньше никак не могла понять, сука, как с этой реальностью быть. Начинаешь общаться с людьми напрямую, что-то предлагать. Никто ничего не хочет, никому ничего не надо. Всё время какие-то сложности и проблемы. А когда ты начинаешь работать над своей головой, люди сами начинают к тебе обращаться. Вот это парадоксальная штука. И она просто мне мега нравится. И всё, что происходит сейчас в моей жизни, это прямое тому доказательство. И я каждый день этим восхищаюсь, вплоть до того, как в нашей жизни с Евой попал партнёр. Моя Ева занимается бальными танцами. И кто знает, бальные танцы — это очень такая серьёзная история про мальчиков. И Ева очень классно танцует, ей 6 лет, а мальчики в 6 лет классно не танцуют. А мальчики постарше, они выше роста. А в бальных танцах для маленьких детей они не могут быть разного возраста. И вот у нас партнёр на 2 года старше, а по росту нам подходит. Случайно так произошло, в кавычках. Вот, поэтому для меня это одно из самых чудесных чуд, потому что 100 девочек, один мальчик, сами понимаете. Вот, конверсия серьёзная. Поэтому точно могу вам сказать, что работать над своими мыслями нужно, и решение абсолютно всех задач, вопросов и проблем, как хотите, которые у вас есть, абсолютно все начинаются вот отсюда. И я могу вам в этом помочь. У нас 1 октября стартует новый поток рерайтера жизни, и уже послезавтра у нас стартует продажа пробной версии, всего, которая стоит 5 долларов, купив которую, вы сможете попасть на марафон, в течение 4 дней побыть с нами, написать 2 главы книги своей жизни, вообще получить очень много полезных, классных материалов, понять, что это такое, увидеть, что за люди туда приходят, немножечко окунуться во всю эту историю, и, возможно, если вас это срезонирует, если вас это включит, начать для себя очень новый период, который, возможно, не закончится никогда, потому что многие наши рерайтовцы говорят только одно. Я обожаю этот марафон, потому что после у нас есть продолжение в клубе для всех желающих, потому что он никогда не закончится. И это мега круто. И как раз все, что касается нового окружения, людей, друзей, мыслей, обращаются у нас уже такие, знаете, общения идут по самым разным поводам иногда, и когда человек не знает, где ему спросить или найти поддержки, или поддержку, или спросить что-либо на самую пикантную тему, мы эти все вещи тоже обсуждаем, потому что это наша жизнь, потому что у нас у всех есть личные отношения, у кого-то из нас есть дети, у нас есть чувства, у нас есть желания, у нас есть комплексы, у нас много всего есть, и мы хотим с этим справиться, и мы все абсолютно хотим жить круто, и мы хотим научиться это получать и притягивать. И у нас есть много успехов, мы ими делимся, и это тоже очень круто. Поэтому я буду рада, если вы присоединитесь, информация о марафоне всегда у меня есть в профиле Инстаграма, для тех, кто будет смотреть в Ютубе, потому что мы заливаем туда видео, она есть под видео, но вы всегда можете меня найти и задать эти вопросы мне. Я вам благодарна сегодня за эфир, за интересные вопросы, потому что сегодня благодаря вам эфир получился, как мне кажется, очень даже неплохим, и соответственно всегда благодарна вам за ваши какие-то приятные теплые слова, и буду рада вас видеть в рерайтере жизни. У нас с вами впереди два выходных, без эфира, а с понедельника я снова выйду в ваше чудесное, замечательное пространство. Вот так много все написали. Все, ребятушки, обнимаю всех, потому что сейчас нас уже выключат. Всем хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова